И еще об Украине. Сегодня Сергей Лавров прокомментировал заявление Петра Порошенко о размораживании Приднестровского конфликта. Министр сказал следующее. Украина подыгрывает тем, кто хочет заставить Тирасполь пойти на условия Кишинева. Давайте разберемся, что это значит. Приднестровье, небольшой регион на востоке Молдавии, в начале 90-х заявил о своей независимости. Отстаивать свободу пришлось с оружием в руках. Все помнят названия Дубасары и Бендеры. Но в 92-м году конфликт был заморожен, хотя самостоятельность Приднестровья Кишинев так и не признал. Экономически Приднестровье регион довольно сильный, но Молдавия, а теперь и Украина, душат его, блокируя все торговые связи. То есть, либо вместе с Кишиневым по пути евроинтеграции, либо задавим окончательно. А теперь вот и новой войной пригрозили. Но вот один важный нюанс. Все эти годы ситуацию в Приднестровье контролируют российские миротворцы. Там дислотируются части 14-й армии, а на военных складах более 20 тысяч тонн боеприпасов. То есть, получается, что вооруженный конфликт может стать трехсторонним? Насколько реально сейчас появление еще одной горячей точки на карте Европы? Репортер «Анатомия дня» Валерия Алехина провела свое расследование по обе стороны границы. Это пост на границе Приднестровья с Украиной. В отличие от молдавской, здесь всегда было спокойно. Но теперь охрана переведена в полную готовность. Мы находимся на так называемой нейтральной полосе. Вон там граница Украины, впереди граница Приднестровья. Вот сейчас никакой военной активности здесь не видно. Но, по словам представителей спецслужб Приднестровья, за последний год это украинское КПП превратилось, едва ли они, в настоящий военный гарнизон. Именно к этим границам подведена военная тяжелая техника. И именно сюда сейчас перебрасывают дополнительные отряды мобилизованных новобранцев. В Украине что, мало войны на Востоке? Задается вопросом офицер КГБ республики Александр Дорня. В стране полная разруха. А президент Порошенко заявляет о разморозке так называемого Приднестровского конфликта. Есть старая фраза, для того, чтобы навести порядок у себя в стороне, нужна маленькая победоносная война. Победоносной войны на Востоке Украины пока не получается. Возможно, рассматривается вариант сделать такую победоносную войну на западе Украины, то есть Приднестровья. Вот видите, у меня вот это майора. Фотографии и награды за личное мужество. Посмертно. Все, что осталось у Веры Бойцовой. Ее сыну Юре было всего 22, когда он вышел на защиту Приднестровья во время событий 92-го и погиб. Через два дня у него должно было быть день рождения. И в этот день в 8 утра он мне позвонил и сказал, мама, я пригласил много гостей из Дубасара, из Тирасполя. Ты как готова? Ну, конечно, готова. Я жду тебя. Приходи вместе с гостями. И в итоге получилось, что 22 мая, его день рождения, мне его тело привезли домой. Вера Михайловна вспоминает, как молдавские солдаты расстреливали мирных жителей. Сколько людей погибли только за то, что не захотели вместе с Молдавией вступать в состав Румынии. И она даже представить не может, что подобное может снова повториться. Для нас это очень страшно. Для нас. Вы понимаете, маленький кусочек вот тут вот между берегом Днестра и вот там с той стороны Украины со своими, с такими порошенками, не дай бог, и ярошами. С этой стороны Молдова, которая теперь почему-то смотрит на Запад и не соображает, что она делает. Ветераны и казаки теперь встречаются каждый день, чтобы обсудить последние новости. Все они воевали в 92-м и уверяют, если что, не станут отсиживаться и сейчас. Сегодня мы вполне готовы дать адекватный ответ любому агрессору, кто постигнет независимость нашей республики. Обещают стоять и те, кто никогда не знал, что такое война. Это Егор. Проводит в Сирасполе городские праздники. Говорит, что и он, и его друзья свое решение уже приняли. Если такое случится, то сразу военкомат, автомат в руки и защищать свою родину. Впрочем, никакого напряжения здесь нет. И никто не верит, что соседние страны решатся на новую войну. Мы с Россией уже, то мы с ней будем идти уже до самого конца. И отстоим, я думаю, отстоим из своего Приднестровья. Если даже что-либо начнется, мне кажется, все станут спина к спине. Однако военные никогда не расслаблялись. Вот недавние масштабные учения в Приднестровье. Здесь всегда хотят мира, но готовятся к любому развитию событий. Валерия Лифина, Валентина Белова и Антон Янченко. Анатомия дня. Тирасполь.